Так, включаю запись, и сейчас, пожалуйста, также помогите мне, я включу демонстрацию экрана, и мне нужно знать, видно ли, видно ли то, что в экране сейчас транслируется. Да, видно. Отлично. Супер, тогда я буду продолжать. Меня слышно и демонстрацию видно. Супер. Так, мы остановились с вами на печени. Продолжение следует. Достаточно емко, ну и, естественно, у вас будет дополнительная информация к самоизучению. Так, печень. Что важно знать. Печень у нас постоянно вырабатывает желчь. Накапливается эта желчь в желчном пузыре. В пищеварительном тракте, то есть через пищеварительный тракт поступает малое количество веществ, которые требуют регулярной подачи желчи. То есть, чем, например, меньше в рационе клетчатки, тем меньше будет вырабатываться желчи, чем больше будет застойных процессов. И один из способов, каким образом стимулировать работу не только перистатики кишечника, но и перистатики мышц желчного пузыря, чтобы не было застоев, не формировались камни, это употреблять, особенно на вечер, продукты, содержащие в себе пищевые волокна. То есть, так называемый биомный ужин здесь для нас играет также очень важную роль для того, чтобы желчь постепенно, то есть, чтобы мешочек, этот желчный пузыречек, он постепенно сокращался понемножечку и выделялась желчь. Чтобы, особенно в ночное время, очень часто у людей происходит застой желчи, и, конечно же, рацион питания оставляет желать лучшего у людей из-за недостатка в рационе питания пищевых волокон, и это, конечно же, тоже приводит к застою желчи. Относительно желчного пузыря понятненько. Что касается печени, смотрите. Печень выполняет основных несколько функций. Это основные три функции. Она является фильтром, то есть, все, что попадает к нам, всасывается через кишечник, все попадает сразу же в печень. И печень начинает, грубо говоря, налево и направо разделять вещества. Это токсины. Их нейтрализовать, либо же убрать. А это питательные вещества, и мы из них будем анаболизировать необходимые нам элементы. И вот вторая функция печени – это детоксикация. Точнее, первая функция печени – это детоксикация. Вторая функция печени – это синтез веществ. То есть, анаболические процессы у нас в печени происходят постоянно. Если первая функция не перегружена. То есть, если в нашем организме в основном печени приходится детоксицировать в основном преимущественно то, что попадает в процессе клеточного метаболизма, а не через рот. И сейчас ситуация такова, что вторая функция печени очень занижена. Из-за перегруженной первой функции печени большое количество продуктов, поступающих в организм с пищей, перегружает детоксицирующую функцию печени. К этому относятся и продукты характера копченого, продукты характера всевозможного пережаленного. К этому могут относиться и продукты с алкоголем. К этому могут относиться и лекарственные препараты, и всевозможные химические элементы, вещества, которые могут поступать с напитками в наш организм, с синтетическими формами витаминных комплексов, которых сейчас огромное количество, и тому подобными веществами. И, естественно, вторая функция печени. Мы помним, что анаболизм белков, жиров и углеводов, то есть все преобразовательные процессы и катаболизм в том числе, они претерпевают в печени. И метаболизм жиров и метаболизм белков внутренний и углеводов обеспечивается печенью. Поэтому очень важно, когда мы говорим о детоксикационных программах, обращать внимание и на рацион, и на количество жидкости, которое употребляется, и на вещества, которые будут помогать печени справляться с первой функцией. И это очень важно. Сюда же мы можем отнести и антиоксиданты, и абсорбенты, и всевозможные упрощенные продукты питания, например, готовые аминокислоты к употреблению, готовые жирные кислоты к употреблению. Поверьте, кто-то говорит о том, что организму нужно давать, нагружать желудочно-кишечный тракт и так далее. Все правильно, только есть же разные способы нагрузки. Вы съедите миску салата, и вы нагрузите пищеварительный тракт. А особенно будет очень хорошо работать перистатика, особенно будет хорошо сокращаться желчный пузыречек, и не будет застоя в желчи. Очень эффективно будет работать печень, потому что будет поступать большое количество коферментов, витаминов, минералов и так далее. И когда мы с вами говорим об нормальном пищеварении, то мы с вами говорим о нормальном в смысле пищеварении для здоровья, а не просто чтобы наесться на черный день, обожраться, чтобы организм как можно больше накопил всевозможных веществ. Когда мы говорим с вами о рационе оздоровительном, то первая функция нашего рациона – это обеспечить облегчение работы печени по первой ее задаче. Потому что вторая и третья задачи очень важны для печени. Вторая – это синтез белков, жиров и трансформация углеводов. И, конечно же, это самая регенерация – это третья функция печени. То есть до третьей функции у многих людей даже не доходит. Как может цирроз или жировой гепатоз или сирозный гепатоз быть у человека в 20 лет? Это говорит о том, что печень недорегенерирует сама. То есть она не успевает даже восстанавливаться сама, у нее не хватает времени. Почему? Потому что первая функция – это орган работает на благо организма всего. Печень – командный игрок по полной программе. Она не перейдет к регенерации себя самой с тех пор, пока не обеспечит детоксикацию. И синтез – вот какой это орган, который может регенерировать и работать 500 лет. Но человек своим образом жизни может ухайдохать печень за несколько десятков лет. Даже иногда бывает и быстрее. Когда иммунодефицит в организме человека, то любой вирус или бактерия может попасть и начать размножаться в печени, повреждая саму печень. И вы слышали про такие заболевания, там болезнь Боткина, всевозможные виды гепатита и так далее. Это все вот в эту сторону. Когда у печени перегрузка по первой функции и недостача регенерации себя самой. Поэтому все, что будет… Ну, иллюстрация строящейся дом, кирпичик за кирпичиком. Я сейчас расшифрую, что это когда мы говорим о восстановлении гепатоцитов, то есть клеточек печени, которые могут, кстати, и они могут недифференцированными образовываться. То есть дифференциация – это выполнение функций. Печень может замещать недосформированные гепатоциты жировой, либо аж соединительной тканью. Мы знаем, что это повреждение жиром печени, жировой гепатоц, и повреждение соединительной тканью – это гепатоц серозный. Очень важный момент. Страшная картиночка, но о чем она говорит? Алло. Да-да. Алло. Да. Говорите. Алло. Что-то случилось? Меня слышно, видно? Слышно, видно. Отлично. Хорошо. Печень не имеет нервных окончаний, поэтому ее болезни долго не дают о себе знать и диагностируются лишь на последних стадиях. 83% случаев приводят к смерти пациента. Это клинические факты. Поэтому, когда мы говорим с вами о детоксикационных программах, это не только кишечник. В первую очередь, это печень. И мы помогаем ей, чтобы она могла сфокусироваться на самовосстановлении и для анаболизма нам необходимых белков, жиров и углеводов. Вот какие функции выполняет печень. Сейчас я попробую. Подвинуть выше. Детоксикация токсических веществ, выведение продуктов биологического распада, связывание аммиака и ядов, заглатывание и переваривание болезнетворных бактерий, разрушение тяжелых металлов путем химического преобразования. То есть вы это все повторите. Это функции печени. Дальше. Ученые подсчитали, что за год печени приходится очищать организм человека от 5 килограммов консервантов. То есть видите, какое большое количество веществ. И это же усредненные данные. Это очень усредненные данные. Как кто-то что-то написал. Да, пожалуйста, выключите свои микрофоны, дорогие друзья. Идут помехи. Дальше. Секундочку. Секундочку. Так. Когда мы говорим о второй функции печени, это ее алхимической функции. То есть смотрите, вы это потом пройдете, прочитаете дополнительно для себя, что входит в углеводный метаболизм печени, что входит в либидный, что входит в белковый. И насколько это важные функции. Представьте себе, что печень может быть настолько загружена детоксикацией, что вторая функция будет приторможена. И вы можете потом ознакомиться дальше и понять, насколько детоксикация, перегружая печень, может тормозить анаболические процессы в нашем организме. И дальше это уже нарушение метаболизма клеточного и уже дорога к конкретным патологиям, конкретным сбоям в работе систем органов и тех заболеваний, которые мы с вами уже хорошо знаем. Что значит регенерация печени? Третья функция – это когда мы можем обеспечить печени возможность максимально регенерировать. Регенерация печени происходит очень быстро. Вы знаете, что есть доноры печени. Это люди, которые могут две трети печени пожертвовать. Это происходит операция. Человеку отрезают две трети печени. Понятное дело, что его обследуют. Печень здоровая. После этого человек в течение нескольких месяцев находится в стационаре под капельницами на соответствующем рационе, где в его продуктах питания минимальное количество вообще сложных продуктов. Очень многие вещества он получает просто через инъекции. В том числе и через клизмы. И чем проще будут продукты для усвоения, тем быстрее печень сможет восстанавливаться. И мы не будем сейчас углубляться в строение гепатоцита. Нам очень важно просто понимать один простой факт. Что если наша с вами печень перегружена первой функцией, то до третьей функции печени восстановления ее руки не доходят. Я по-простому так выражусь, чтобы было понятно. То есть дифференциация гепатоцитов – это сложный процесс. Клетки сначала, вот вы видите, это оболочка, кантик такой, да? То есть это оболочечка. Это комплекс из соединительной ткани, которая образует скелет гепатоцита. А вот внутренняя структура – это уже дифференцированные клеточки, мембранки, которые могут образовываться в печени при нормальном ее метаболизме. То есть собственный метаболизм печени может происходить при минимальной загруженности по детоксикации для печени. Продукты, которые улучшают регенерацию печени. Это, конечно же, продукты, которые содержат лицетин. Это вещество, которым богаты бобовые, особенно соя. Поэтому в моем рационе соевый изолят – это продукт, который получается из бобов соевых. Он является каждодневным. То есть дальше мы будем с вами говорить о пользе различных продуктов. Это будут у нас следующие вебинары. Но здесь моя задача – разъяснить важность определенных веществ, которые содержатся в разных продуктах, которые помогают печени регенерировать. Поэтому для меня изолят из сои, растительный изолят – это не только перечень аминокислот, которые также помогают восстанавливаться печени, потому что печень – это все-таки белковый орган. Но очень важны – это лицетины. Это комплексы антиоксидантов, это комплексы коферментов, которые помогают печени восстанавливать свою структуру. Конечно же, это и аминокислотный состав в том числе. Дальше – это всевозможные растения с детоксицирующим эффектом. Это ромашка и топовый продукт – это расторопша. Очень важно сказать о том, что для того, чтобы продукт обладал антиоксидантными свойствами, имел в себе, например, если мы говорим о расторопше, это комплекс сильморильных элементов, для этого сама расторопша должна расти в соответствующих условиях. То есть сама по себе выросшая расторопша – это еще не значит, что в ней есть необходимые биологически активные вещества. И, к сожалению, сейчас выращивать травы могут в токсических условиях, не соблюдая систему Organic Food, Organic Plant, и привносить на рынок продукты, которые могут не справляться с своей задачей. Поэтому некоторые чаи травяные, некоторые добавки с расторопшей, они могут не давать желаемого результата по одной простой причине, потому что само по себе растение не накопило питательные вещества. Об этом я более подробно буду говорить в нашем вебинаре, который касается подбора биологически активных добавок, на что нужно обращать внимание. Следующий продукт – это, конечно же, все виды водорослей. Они богаты йодом, они богаты антиоксидантами, они богаты минералами. Конечно же, не только морская зелень, но и вообще любая зелень. Но у меня на каждодневной основе ламинария, которую я употребляю. Дальше – это оливки и продукты, содержащие в себе полинасыщенные жирные кислоты. Это может быть авокадо, это могут быть орехи и, конечно же, различные виды масел, оливковое масло в том числе. Очень полезна тыква и тыквенные семечки. У меня на каждодневной основе в рационе также тыквенные семечки. И я очень люблю тыквенный фреш. Что будет тормозить регенерацию печени? Конечно же, алкогольные напитки, потому что печень будет тратить огромные ресурсы на детоксикацию алкоголя. И поверьте мне, что намного полезнее кушать виноград и косточки яблок, где есть ресфератрол, чем объяснять полезность вина тем, что оно из винограда и так далее. С алкоголем нужно быть очень аккуратным, потому что анаболические свойства печени намного важнее. Дальше, конечно же, это всевозможные продукты, обработанные химическими веществами. Поэтому я очень скурпулезно выбираю для себя рацион питания, чтобы помочь печени максимально восстанавливаться. Ей и так очень много работы, поверьте, и без вот таких вот непонятных в производстве продуктов. Если вы хотите колбасу, приготовьте ее сами. Если вы хотите майонез, приготовьте его сами. Если вы хотите какие-то еще там, тот же самый творожок, ну приготовьте его сами. Не нужно приобретать продукты, которые, к сожалению, не соответствуют стандартам четвертой теории диетологии. По первому, второму и третьему уровню теории диетологии они проходят, чтобы сытненько было, вкусненько было и побольше всего, побороть голод и так далее. Вот мы с вами сейчас говорим о продуктах согласно четвертой теории диетологии. И, дорогие друзья, нам нужно нашему организму в наше время сейчас очень активно помогать. Из тех брендов, которые я промониторил и выбрал из соевых азолятов, для меня бренд Nutrilite является топовым. Оливковые масла я беру Carapeli. Есть такой бренд, который сотрудничает с компанией Way. Это прямой дистрибьютор. Carapeli производится в Европе. Также я использую не оливковое, а кунжутное масло, льняное масло. И я очень люблю масло... Как же оно называется? Горчицы. Вот, горчичное масло. Обязательно берите в темной бутылочке. И не рафинированное, а холодного отжима механического. Дальше можно использовать абсорбенты. В данном случае я использую таблетированные виды клетчатки, либо же клетчатку в виде фибры в стиках. Это также оба абсорбенты. Это может улучшать детоксицирующие свойства печени, разгружая ее, соответственно, на уровне ЖКТ. То есть в кишечнике эти два продукта выполняют абсорбирующие свойства. Ну и восстанавливают слизистую, что тоже немаловажно. Дальше, конечно же, это таблетированная форма клетчатки с одуванчиком, которые входят в состав этих комплексов. Если вы можете для себя подобрать какой-либо другой бренд, пожалуйста, проанализируйте его сырье. Это очень важный момент. И если вы найдете какого-то производителя со своим собственным сырьем, скиньте мне, пожалуйста, ссылочки. Потому что я мониторю рынок постоянно. Это мое хобби, это то, что мне нравится, это то, что я люблю делать. Это то, что мне помогает. И помогает мне помогать, себе помогать и своим родственникам, друзьям, коллегам в том числе. Нужна здоровая печень? Выполняйте ритуалы, которые я выше вам перечислил. Дальше. Следующий орган, который занимается детоксикацией. Естественно, это кишечник. Что может помогать кишечнику очищаться? Давайте разберем. Помогать кишечнику очищаться может регулярная дефекация. Смотрите. Вам для набросочка. Чтобы вы для себя калькуляцию сделали. В 7 часов вы покушали, в половине первого вы сходили в туалет. А здесь пауза. Проследите свой, пожалуйста, дефекационный день. Если вы не ходите дважды в день в туалет, вам нужен детокс срочно. Поэтому иногда меня спрашивают, а кому нужен детокс? Вот вам доклинический метод обследования. Задайте человеку вопрос. Если этого не будет происходить, если вы два раза в день не будете ходить в туалет, то возрастать будет давление. Вот вы видите здесь на графике. Первый уровень. Когда по верхней части толстого кишечника проходит пища, то давление внутри небольшое. Самое большое оно вот здесь, на финише. Это когда мы говорим с вами уже о сигмовидной части кишки. Давление возрастает. И, казалось бы, на нисходящей, где под давлением, под силой тяжести уже все продукты распада, дефекации должны уже проникать дальше, все равно здесь возрастает давление. Почему? Потому что по мере прохождения по толстому кишечнику пищи происходит всасывание жидкостей в норме. Уплотнение происходит, должно, по идее, происходить уплотнение кала. И, конечно же, здесь плотность стенок, мышечная плотность намного выше, чем вот здесь. Почему? Потому что нужно будет, соответственно, препятствовать продвижению кала в обратную сторону и направлению его на выход. Что происходит у людей, у которых не сформирован нормальный процесс дефекации, не сформирован нормальный процесс перистатики кишечника, продвижения каловых масс? Формируется геморрой, так называемый, уже знакомый нам всем, застойные процессы, давление постоянно в кишечнике, в толстом кишечнике увеличено. И это происходит к выпячиваниям, накоплениям жидкости, выпячиваниям, например, тех же самых венозных капиллярчиков и венозных сосудов, лимфатических сосудов. И мы знаем, что это заболевание сейчас распространено, особенно у людей, которые много сидят. А это фактически сейчас все, начиная с молодежи. И если раньше это была болезнь водителей и секретарей, которые очень много сидят, или вообще работников сидячих, то сейчас это у школьников, сейчас это у детей. Дивертикулы, естественно, это также поражения, которые связаны с зашлакованностью кишечника. Вот вы видите, это часть сигмовидная, где уже должен происходить процесс дефекации, а он не происходит. То же самое касается и полипов в толстом кишечнике, которые удаляются уже хирургически, то есть это уже онко, можно так сказать. Вот вам алгоритм, каким образом можно проследить такие серьезные заболевания. Что происходит у нас в крови, когда накапливаются все эти продукты жизнедеятельности в толстом кишечнике, мне вам рассказывать не нужно. Об этом мы уже с вами говорили. Что формируется закисление крови, закисление лимфы, нарушение метаболизма и прямая дорога к всевозможным воспалительным процессам на различных уровнях работы органов. И если мы говорим о функциях белков и жиров, то, естественно, они нарушаются все. То есть это и окисление жиров с атеросклерозом, накоплением и бляшечек всевозможных, и нарушением эластичности сосудов, что является у нас артериосклерозом. Сюда же мы можем отнести нарушение функции белка. Это и детородная функция, это и ферментативная функция. Вот все те функции, которые мы с вами разбирали в будущих вебинарах, они все будут, конечно же, страдать. Еще раз покажу вам это видео, коротенькое видео о том, что происходит у нас в кишечнике при нарушениях дефекционного метаболизма, то есть дефекации в течение дня, испражнений. Это хронические воспалительные процессы уже, то есть хронические запоры у человека. Следующее видео – это будет уже онко. Причем онко очень отдаленных тканей. Вот, например, дальше вы увидите онко молочной железы. То же самое касается других заболеваний. И, дорогие друзья, вы помните расположение кишечника и предлежащих органов, и для вас уже становится понятно, почему такие ситуации возникают. Потому что очень много органов прилегает к толстому кишечнику. Следующая система, которая занимается детоксикацией – это почки. И застойные процессы в почках, если у человека недостаточно в рационе жидкости и недостаточно эффективно работает печень, недостаточно эффективно работает лимфатическая система, нагружаются почки больше всего. Это уже последняя инстанция. Когда нарушается метаболизм в клетках почки и начинают формироваться там кисты, новообразования, серозные повреждения, песочек, камешки. И мы знаем с вами о большом количестве заболеваний, на которые жалуются люди, особенно с возрастом. И очень важно понимать, что предотвратить эти состояния можно очень просто. Детоксикационным режимом, помогающим нашему организму очищаться, чтобы не допускать операций. И также можно сказать о том, что можно улучшить состояние, если у человека есть уже, например, камни в почках. Неважно, какой они природы, фосфатные, оксалатные, уратные и другие. Детоксицирующим рационом можно эти камешки смягчить и не доводить до операции, а постепенно организм будет их выводить через мочу. И этому могут способствовать детоксикационные программы. Очень важные продукты для почек – это продукты, содержащие магний, это продукты, содержащие цинк. Это то, что помогает регенерировать почкам. И, конечно же, всевозможные разновидности травяных чаев. Убираем из рациона продукты, которые могут захламлять и перегружать почки. И насыщаем наш рацион живыми продуктами. Все достаточно просто, как вы видите. Очень здорово потрепать почки могут медикаменты и алкоголь, естественно. Также трансжиры. Здесь вы видите маргарин, иллюстрация и так далее. Не будем сейчас углубляться в выстроение нефрончиков. Общую суть я вам изложил. И для вас должно быть просто понятно о том, что детоксикационный рацион также может улучшить работу почек. И если мы говорим с вами о восстановлении нефронов, так же, как и восстановлении гепатоцитов, это клетки печени и клетки почек, алгоритм одинаков. Нам нужно создать с вами максимальный метаболизм клеточный этих органов. О клеточном метаболизме мы с вами уже говорили. Также полезны продукты, содержащие кальций, магницинк, об этом я уже говорил, и травяные чаи. Продукты, которые я использую, я вам сейчас покажу. Это рацион, который должен быть богат также антиоксидантами. Вот здесь вы видите ягоды. Я использую очень много различных ягод. В своем рационе клюква, ягоды годжи, сушеные, естественно, чернику и так далее. Конечно же, это расторопша. Очень мощный антиоксидантный фон создает у нас гинкобилоба. В детоксиационных программах рекомендую использовать ее. Также они помогают восстановить гематобарьеры и особенно слизистые и соединительную ткань, из которой состоит у нас мембранки и печени, и, конечно же, почек, и зелень. Очень важна фолиевая кислота, поэтому витамины группы B очень важны в рационе. И почему я употребляю много зелени? Именно по одной простой причине. Это и детокс, и какой-то хотя бы базовый уровень фолиевой кислоты. Мультивитаминные комплексы, которые я использую на каждодневной основе от бренда Nutrilite. Также магний в стиках, цинк в стиках, травяные чаи, соевый лицетин, который также богат аминокислотами и восстанавливает как и почки, конечно же, так и печень. Коаффермент Q10, который очень важен для восстановления почек. Антиоксидантные свойства витамина С и восстановление слизистых также очень важны. Полиненасыщенные жирные кислоты и витамины, связанные с жиростворимой, это витамины Е, это полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и, конечно же, каротиноиды. Следующий момент относительно детоксикационных программ. Смотрите, они должны содержать в себе три, точнее, четыре составляющих. Первая составляющая – это жидкость и травяные чаи. Вторая составляющая – это всевозможные элементы, абсорбирующие. Очень часто в детоксикационных программах у некоторых товарищей мы можем встретить только одни чаи или только одни угли. Либо же это какие-то клизмы или даже проводят в телевизионном формате. Это уже скорая помощь. Мы с вами очищаемся натуральным путем через ротовое отверстие и так далее. То есть в нашей программе мы используем продукты, которые естественным образом могут включить вот все эти четыре составляющих физической активности. То есть абсорбенты жидкости, травяные чаи и стимуляция переистатики кишечника, очистка кишечника и физическая активность. И когда мы говорим о детокс-программе, то мы говорим о групповом проходе этой программы и вот перечисляем вот такие плюсы, которые человеку могут быть интересны. Мы собираем отзывы и рекомендуем собирать эти отзывы всем, кто планирует проводить детокс-программы для того, чтобы можно было их предоставить желающим пройти эти программы. В данном случае вы видите видео очень показательное тем, что барышня сама является доктором и реабилитологом и она 14 лет передвигается на инвалидном кресле и ей эта программа очень сильно помогла. Очень хорошие отзывы у 100%. Если у человека есть какая-то непереносимость, то нужно делать акцент на следующих продуктах, я о них расскажу. Мы начинаем в программе детокс употреблять достаточное количество жидкости. Минимум это около 10 стаканов воды в день. Дальше мы исключаем продукты животного происхождения абсолютно все и фокусируемся на растительном рационе, так называемый веганский или постный рацион. Дальше, конечно же, это регулярная физическая активность и витаминные комплексы. Какие используем комплексы мы? Я сейчас их сразу вам покажу и вы о них уже слышали в предыдущих слайдах, но я о некоторых из них расскажу дополнительно. Протеиновый порошок на каждодневной основе, водные растительные чайи как минимум по 4 чашечки в день, таблетированная форма чеснока, клетчатка либо же таблетированная, либо же в стиках, в зависимости от того, какую вы можете для себя приобрести. Зеленый чай как антиоксидант. Сейчас у нас на рынке появилась радиола с зеленым чаем, мы ее используем. Омега-3, поленасыщенные жирные кислоты, конечно же, расторопша. И для тех людей, которые хотят улучшить результат многократно, я рекомендую пробиотики употреблять и пищевые энзимы, которые можно заказать в интернет-магазине. Я, например, почему показываю все время Nutrilite, потому что для меня это бренд проверенный. Почему мы не ходим в аптеку? Потому что, к сожалению, эти продукты не проходят сертификацию по четвертой теории диетологии, они направлены на то, чтобы снимать симптоматику. Я доверяю мнениям экспертов, которые изучают бренд, например, Nutrilite. Вот для меня очень большой показатель Оксана Скитолинская. Я знаю, на рынке России это профессор Чудаков. И к мнению таких людей нужно прислушиваться. И, конечно же, к независимым экспертам, например, канал Discovery. Здесь вы видите, что только Nutrilite имеет свои фермы, а остальные бренды, к сожалению, нет. На этом...